Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа «Актуальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. 16 декабря 2006 года приказом номер 117 Генеральной прокуратуры РФ была образована Московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая должна осуществлять высший надзор за исполнением законов на железнодорожном, водном, воздушном транспорте, а также за деятельностью правоохранительных органов на транспорте и в таможенной сфере. Сегодня у нас в гостях Московско-Смоленский транспортный прокурор Дмитрий Анатольевич Луняев. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич! Я думаю, что для телезрителей нужно пояснить, чем занимается транспортная прокуратура и на какой территории Московско-Смоленская транспортная прокуратура работает. Московско-Смоленская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов на территории так называемого Московско-Смоленского направления и Киевского направления Московской железной дороги в пределах города Москвы и Московской области. Это Одинцовский район, Можайский район, Нарафаминский район. То есть территория такая достаточно большая? Довольно-таки объемная, да. Дмитрий Анатольевич, как правило, для различных ведомств середина лет – это не повод для отдыха, это повод подвести промежуточные итоги за первое полугодие. С какими цифрами вы подошли к этой дате? Московско-Смоленской транспортной прокуратурой в первом полугодии 2018 года при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства выявлено порядка 400 нарушений закона, об устранении которых внесено порядка 60 представлений, возбуждено 70 дел об административных правонарушениях, в суды направлено 7 исковых заявлений. К дисциплинарной ответственности по рассмотренным представлениям привлечено порядка 30 должностных лиц, к административной ответственности привлечено в настоящее время 23 лица. Но, повторюсь, что дела еще не рассмотрены, находятся в стадии рассмотрения. Каких нарушений было больше всего? Большинство нарушений относятся к сфере противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства. Я так понимаю, что в этом году сотрудники прокуратуры особое внимание, ну, впрочем, как всегда, уделяли пожарной безопасности в частности. Да, безусловно, в связи с трагедией в Кемерово нами были проведены проверочные мероприятия, в том числе в дошкольных учреждениях, а также практически во всех организациях, функционирующих на поднадзорных территориях. Какие нарушения были выявлены? Во-первых, не оборудованы пожарные сигнализации помещения, также запасные выходы были захлоплены мебелью, в связи с чем нами были возбуждены дела административных про нарушениях, руководителям организации были внесены представления. Большинство из нарушений в настоящее время устранены. Вокзалы также проверяли с точки зрения пожарной безопасности? А там как? Все в порядке? Может быть, спокойными? В настоящее время уже устранены. Благодаря вашему вмешательству? В том числе, да. А там нарушения были аналогичны или какие-то свои характеристики? Там меньше, поскольку не так давно были произведены реконструкции железнодорожных вокзалов, как киевского, так и белорусского. И к проведению Кубка конфедерации в 2017 году, к чемпионату мира по футболу в 2018 году, конечно, постарались и максимально обеспечили безопасность. Дмитрий Анатольевич, а санитарно-эпидемиологическое состояние вокзалов обращали ли сотрудники прокуратуры на него внимание? Безусловно, сотрудниками прокуратуры уделялось особое внимание обеспечению пассажиров продуктами питания. Были вскрыты очень серьезные нарушения, такие как немаркировка продукции, в том числе продажа просроченной продукции. Также сотрудники, осуществляющие реализацию данной продукции, не прошли соответствующие медосмотры. То есть и теперь все эти нарушения устранены? Да, безусловно. А чтобы не возникли аналогичные, следите? Конечно, мы регулярно проводим проверки на поднадзорной территории. Я так понимаю, что благодаря транспортной прокуратуре на Киевском и Белорусском вокзалах появились комнаты матери и ребенка. Расскажите, откуда пошла такая инициатива, как вообще эта тема была поднята? Да, в прокуратуру поступило в первом полугодии обращение о гражданке, которая жаловалась на отсутствие на вокзале в Белорусском комнаты матери и ребенка. Мы провели проверку на обоих вокзалах, выявили, что на Киевском железнодорожном вокзале комната матери и ребенка отсутствовала вовсе, а на Белорусском вокзале она не была приспособлена для данных нужд. В связи с чем нами было подано исковое заявление в суд. Вот данное заявление рассмотрено, все требования прокурора удовлетворены. В настоящее время мы осуществляем контроль за устранением указанных нарушений. Вот, кстати говоря, в ходе тех проверок, о которых мы с вами говорили, были ли выявлены факты нарушения законодательства в сфере обращения алкогольной продукции? Да, были выявлены. На Киевском вокзале индивидуальные предприниматели осуществляли реализацию алкогольной продукции без документации. В связи с чем данная алкогольная продукция была изъята в отношении индивидуальных предпринимателей были возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых на предпринимателей наложены штрафы, алкогольная продукция конфискована. А комната матери и ребенка, слава богу, появилась и на Белорусском вокзале, и на Киевском. А что касается доступной среды для маломобильных граждан, все ли в порядке с этим? К сожалению, не все в порядке. До нашего вмешательства было на Киевском вокзале. Мы провели также проверку. Установлено, что после реконструкции Киевский вокзал не был оборудован пандусами для маломобильных групп населения. В связи с чем нами также были приняты меры прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых эти недостатки устранены. Пока прокуратура работает, дети, слава богу, отдыхают, у них все-таки каникулы. Отправляются на юга массово и в Крым, и в Краснодарский край. Следите ли вы за тем, как происходит отправка детей? Безусловно, в начале лета нами были проведены проверки, в ходе которой выявлены нарушения при организации перевозки групп детей, таких как отсутствие медработника, отсутствие необходимой документации всей. В связи с чем нами были внесены представления в школы, по результатам рассмотрения которых виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, указанные нарушения устранены. Нарушители как-то объясняют, почему получилось так или иначе? Ведь сейчас ни для кого не секрет, что за детской безопасностью следят особо, и вот кажется, что тут-то уже зачем идти на перерез всему? Ну, недостаточная подготовка при сборах, только так я могу объяснить. Спешка какая-то? А если возвращаться к цифрам, что касается человеческих травм, которые нередко, к сожалению, случаются на железной дороге, есть ли какая-то статистика? К сожалению, статистика неутешительная. В первом полугодии на Смоленском и Киевских направлениях было травмировано порядка 70 граждан, из них порядка 40 со смертельным исходом. И что более огорчает, это травмированные несовершеннолетние. Так было смертельно травмировано 5 несовершеннолетних детей. При каких обстоятельствах эти травмы были получены людьми? Это зацеперы, безбилетники или какая-то другая категория людей? Это и зацеперы, и безбилетники. Это и лица, находящиеся не совсем на законных основаниях, на железнодорожных путях. Нами принимаются меры профилактического характера. Читаем лекции в школах. По громкой связи на вокзалах доводится информация до пассажиров. Вместе с тем исключить пока не представляется возможным. С учетом актуальности данной темы, нами на второй полугодии запланированы соответствующие проверочные мероприятия. Дмитрий Анатольевич, следите ли Вы за тем, чтобы у безбилетников, тех, кто предпочитает не платить за проезд, не было возможности попасть на железную дорогу? Ну, чтобы, скажем так, заборы были целы, чтобы никаких щелей не было, все было в порядке. И вот минуя кассы, ну, никак в поезд не попадешь. Ну, за этим прежде всего должен следить владелец транспортной инфраструктуры, к которому относится центральная пригородная пассажирская компания. В случае, если граждане обращаются в органы прокуратуры, мы, конечно, проводим проверки с принятием мер реагирования к владельцу. А насколько серьезно может быть наказание за, ну, скажем так, вот нецелый забор, через который перелезают или сквозь который проходят? Ну, о наказании здесь сложно говорить, здесь мы понуждаем к действию, к устранению имеющихся нарушений. Поэтому неисполнение требований прокурора, это влечет административную ответственность. Нередко люди, к сожалению, попадают под поезда. Чаще всего это происходит на переходах или вне специальных переходов? Это случается и на переходах, но много случаев на переездах, на железнодорожных переездах случается, когда люди решают сократить свое время, идут в неположенных местах, переходят железнодорожные пути, бдительность теряют, не видят, не смотрят по сторонам, происходит травмирование. В Одинцово в соцсетях нередко появлялись жалобы на пешеходные переходы, мол, вот не такие они должны быть, наверное, как-то лучше, чтобы переходить было безопаснее. Следите ли вы за этим и как охарактеризуете состояние пешеходных переходов? Безусловно, пешеходные переходы, большинство из них подлежат модернизации, оснащению световой и звуковой сигнализацией, отстойниками для людей. В первом полугодии нами проведено три таких проверки переходов, по результатам которых нами подано два исковых заявления в суды о понуждении РЖД оснастить переходы, а также внесено представление в адрес РЖД об устранении имеющихся нарушений. С учетом актуальности данной темы, во втором полугодии будет проведена проверка, где будут охвачены наиболее травмоопасные места. А вот можете эти места назвать, где чаще всего случаются, к сожалению, трагедии? Наиболее травмоопасными участками на Смоленском направлении являются перегоны Фили-Кунцево, Баковка-Одинцово, Перхушково-Жаворонки, Голицыно-Захарова, Кубинка-Полушкино. Основной причиной травмирования является личная неосторожность граждан, невнимательность и противоправные действия в виде нахождения по железнодорожным путям в неустановленном месте, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, а также беспилетными пассажирами. Звуковые сигналы при переходе, я думаю, что это действительно очень нужно, но смогут ли они перебить звук в наушниках, если даже поезды люди иногда не слышат? Ну, как я и говорил, это прежде всего бдительность граждан должна быть превыше всего. То есть лучше вообще наушник вынуть? Лучше снять капюшон, вынуть наушники из ушей и смотреть во все стороны. Дмитрий Анатольевич, если говорить о зацеперах, то какова тенденция сейчас? Их становится больше или меньше, или примерно одинаковые цифры? Их снижается количество, во всяком случае, на смоленском и киевском направлениях, в том числе благодаря нашей работе. Так мы мониторим сеть интернет, выявляем сообщество зацеперов, заявляем в суды иски и по судебным решениям ограничиваем доступ к этим интернет-ресурсам. А зацепер также несет наказание, правильно, за свои противоправные действия? Конечно. В настоящее время это административный штраф до полутора тысяч рублей. То есть, в принципе, не так и много. Хотя накануне, собственно, жизнь зацепера и странно, что об этом не задумывается ни сам зацепер, ни его родители. В первом полугодии Московская-Маленская транспортная прокуратура провела час пассажира, личный прием граждан. Какими вопросами обращались люди? Мы на постоянной основе проводим час пассажиров, как на киевском, так и на белорусском железнодорожных вокзалах. В основном обращаются граждане с насущными проблемами, такими как о местах для курения на железнодорожном вокзале, о том, какие необходимы документы для перевозки детей. Дмитрий Анатольевич, насколько я понимаю, вам еще приходится и в какой-то степени жилищно-коммунальные вопросы решать. Также это произошло в поселке путевой машины станции номер 4, она расположена в Честцовском поселении. Было обращение руководителя администрации. Вот что в этом обращении было, какая была проблема у жителей и что вам удалось сделать? В конце 2017 года к нам в прокуратуру поступило обращение. Выходом на место было установлено, что нормы отопления, а также нагрева горячей воды не соответствуют установленным нормам. В связи с чем нами было внесено представление. Два должностных лица были привлечены к административной ответственности по нашим постановлениям. В результате наших действий в котельной полностью заменено оборудование и в настоящее время жалоб от граждан и от администрации Честцовской не поступало. И не только потому что лето, а потому что наконец вопрос удалось решить. Час пассажира проходит регулярно. Где можно узнать о его проведении? Мы размещаем эту информацию на наших информационных стендах, расположенных в зданиях вокзалов. Также по громкой связи осуществляется трансляция, анонс часа пассажиров. Также любой гражданин может обратиться к нам и через сайт, и напрямую приехать. Выслушаем и примем исчерпывающие меры реагирования в случае нарушений. Частично вы на мой вопрос, который я только задам, уже ответили, но все-таки какие планы на ближайшее время, какие мероприятия будете проводить? Ну, в соответствии с планом работы, нами будет уделено внимание, как я говорил, безопасности движения на железнодорожном транспорте. Также будут проведены проверки в сфере ЖКХ. Может быть, напомним о правилах безопасности для пассажиров? Что нужно соблюдать, чтобы было все в порядке? И у вас была работы меньше, и у людей, слава богу, было все хорошо. Помните, что на объектах железнодорожного транспорта запрещено прыгать с пассажирской платформы на пути, подлезать под пассажирские платформы и подвижной состав, проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора, находиться в состоянии алкогольного опьянения. Родителям необходимо помнить о возможности разъяснения этих правил своим детям, так как, в первую очередь, именно родители в ответе за жизнь и безопасность своего ребенка. Будьте для них примером, соблюдая эти правила неукоснительно. Помните, что любое незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта ставит под угрозу безопасность движения поездов. Например, повреждение железнодорожного подвижного состава и других объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта приводит к крушению поездов, авариям, сходом поездов с рельс и, как следствие, к многочисленным жертвам. Правила, на самом деле, несложные. Соблюдать их достаточно легко, тем более, что это в интересах, мне кажется, самих пассажиров. Безусловно. Дмитрий Анатольевич, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Мы желаем вам успехов в вашей нелегкой работе. Дорогие телезрители, как мы уже сказали, правила на самом деле простые, соблюдать их несложно. Мне кажется, иногда лучше потратить 50, допустим, 100 рублей на билет, чтобы не прыгать через забор и не рисковать собственной жизнью, которая одна и другой, к сожалению, не будет. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»